Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Итак, настали тяжелые времена. Вирусная инфекция ходит. И как бы сказать, что можно противопоставить этому. И я скажу с позиции натуропатии. Есть такая наука натуропатия. Это профилактика лечения заболеваний естественными природными средствами. Первое и самое важное. Почему вирус не берет детей? Оказывается, согласно исследованиям, дети еще не успели нахвататься разного рода инфекций, нежели уже взрослый, тем более пожилой человек. Пожилой человек неоднократно грипп пережил, неоднократно у него был герпес, неоднократно были ангины, неоднократно были какие-то нейродные заболевания, и так далее, и так далее. То есть у него остался такой огромный след, огромный багаж вот этих всех перенесенных заболеваний, то есть той инфекций, которая спит у нас в организме. Она спит, а потом как только иммунитет ослабнет, она тут как тут. Пожалуйста. Так вот, оказывается, вот этот вот вирус, что он делает? Он в первую очередь воздействует на иммунную систему человека и ослабляет ее. И в связи с этим, когда иммунитет у человека только, опа, просел ослаб, та инфекция, которую он нажил в течение своей жизни, она уже ничем не сдерживается и начинает проявлять себя во всей красе. У детей ее, естественно, нажито поменьше, и они поэтому легко это проходят. У взрослых этого намного больше, и чем старше возраст, именно вот почему, чем старше возраст, тем больше вот этой вот инфекционной нагрузки находится в организме человека. Спящий, дремлющий, но как только понижается иммунитет, вот это все сразу же начинает проявляться. И человек начинает болеть. Не столько там, допустим, от этого вируса, сколько он начинает болеть, вот то, что у него было. И в основном это, как правило, начинается бронхолевочное заболевание, потому что именно они в первую очередь подвержены вот этой всей инфекции. То есть у нас мощнейшая защита на слизистых глаз, носа, рста и легких, для того, чтобы противостоять вот этой всей внешней агрессивной среде. Как только наша внутренняя защита уменьшается, значит, вот эти наиболее уязвимые области начинают страдать. И отсюда пошло-пошло-поехало. Так что же рекомендует народная медицина и также рекомендует натуропатия? Первое. Обратимся к опыту китайцев. Оказывается, они благодаря своей народной медицине легко и просто справляются с этой напастью. Напастью, не забывайте. А именно, что характерно для китайцев? Это то, что они пьют много чая. Поэтому для того, чтобы инфекция побыстрее вымывалась из организма, необходимо немножечко увеличить питьевой режим. Как его увеличить? На 1 килограмм собственного веса мы берем 20 граммов воды. То есть не надо говорить, что 2 литра каждому человеку надо выпивать, и желательно там теплой воды. Да, желательно теплой воды, чистой теплой воды. Но! Один человек весит 50 килограмм, а другой 150 килограмм. Для того, кто весит 50 килограмм, этого будет много, 150 – мало. Поэтому учитываем индивидуальную вот эту вот меру. На 1 килограмм собственного веса мы берем 20 граммов воды. Раз. Для того, чтобы все это лучше делалось и вымывалось, рекомендуется пить чаи. Что и делают китайцы. Разного рода чаи, которые способствуют уничтожению инфекции, вымыванию из организма. Что это за чаи? Естественно, можно использовать и обычные чаи, но, оказывается, некоторые травы делают лучше. И, допустим, какие-то такие душистые. Значит, первое простое. Это можно делать лимонную воду. Тонко нарезаем лимончик вместе с кожурой. Именно в кожуре находятся те вещества, которые наиболее активно подавляют разного рода инфекции. Не зря лимон своей кожурой сначала встречает все эти инфекции, все это, так сказать, противостоит внешнему миру своей кожурой. Она у него горькая. То есть нам надо не столько там кислого, как горького. Вот этой горечи. Кожуру ни в коем случае не выбрасывайте ни апельсинов, ни лимонов. Итак, значит, с кожурой этот лимончик. Меленько нарезаем. Ну и примерно, допустим, один лимон нарезали. Средний лимон. Средний лимон. И залей двумя литрами теплой кипяченой воды температура которой примерно градусов 60. Вот примерно 60. Это будет то, что надо. Ну как, допустим, сделать так, чтобы было понятно, что это за температура. Оказывается, вот если вы воду нагреваете и окунаете в нее палец, то мы можем терпеть температуру примерно около 60 градусов. От 50 до 60, не больше. Дальше у нас идет ожог. Так вот, как раз вы нагреваете там чайник эту. Можете прокипятить, а потом ее остудить. И пальчиком, значит, пробуйте. Как только пальчик перестало сильно ожирать, это вот как раз такая температура. Еще жжет, но чуточку можно терпеть. Вы берете термос со стеклянной корбой. Это очень важно. Кладете туда вот этот мелко нарезанный лимончик. Заливаете двумя литрами воды. И все. И пускай он у вас стоит. Лучше всего вот это все делать на ночь. То есть, этот напиток вы сделали. А утром, в течение дня, и начинаете пить. То есть, если вы хотите именно вот этот напиток использовать, тогда вы считываете. Если вы весите 100 килограммов, как я, 100 килограммов на 20 граммов воды, то мне потребуется 2 литра воды. Кто весит 50 килограмм, тому, естественно, потребуется в 2 раза меньше литр. Кто весит 150 килограмм, тому, естественно, потребуется больше. 3 литра ватт. Вот это вот правильная дозировка. То есть, излишек жидкости не нужен. Потому что это тоже нагрузка на родину. А вот, так сказать, вот это вот, как раз будет то, что надо. Ну, можно слегка там, допустим, повысить вот эту водную нагрузку в виде чаю. Итак, какие-то чаи. Первое мы с вами разобрали. Это лимонный чай. Наставим на ночь. А утрецом пьем. Очень хороший чай. Это будет травяной из липы. Также берем из расчета, там, столовая ложка на литр кипятка. Желательно все это, опять-таки, в термосе раз заделаем. И попиваем. Очень хороший чай. Как раз способствует тому, что будет вымывать разную ерунду из организма. То есть, он будет уменьшать вымывание нам необходимо для того, чтобы уменьшить вот эту вот инфекционную нагрузку, которая у нас есть. Она в основном где-то в мочеполовых путях, в желудочно-кишечном тракте и так далее. Плюс вот этот вот дренаж, дренаж усиливается, лимфодренаж, дренаж жидкости по организму. Все это работает на то, что уменьшает вот эту вот инфекционную нагрузку на организм, тем самым способствует усилению иммунитета. То есть, он не тратится на подавление, там, герпеса, там, допустим, там, стафилокока, там, допустим, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Используем другие душистые травы. Ну, какие душистые травы? Можно использовать и, допустим, имбирный чай. Очень хорошая вещь, имбирный чай. Также, допустим, нарезаем имбирек, он продается. Ну, примерно столовую ложечку нарезали. В 2 литра также воды теплой, кипяченой, градусов так 50-60 заливаем в термосе. И потом можем сметком попивать в течение дня. Можно использовать ромашку, можно использовать, допустим, немножечко полынь, ромашки, там. Допустим, даже можно использовать березовых листочков, там, вот такой делать чаек. Я лично использую такой душистый чай из трав Кавказа. Собранные травы Кавказа, тем больше у них запаха, тем больше вот этих литучих веществ, тем лучше. Все это быстрее усиливает обменные процессы в организме и, значит, инактилирует им, вымывает из организма вот эту вот биококаку. Очень хорошо рекомендуется применять эфирные масла. Эфирные масла, причем, применять в виде ингаляции. Берете, допустим, полынное масло, масло эмкалипта, масло, значит, пихты, вот эти все это такие давно зарекомендовавшие противопаразитарные масла, значит, добавляете две капельки примерно на литр-два воды, кипяточка, накрываетесь и делаете ингаляцию. Ингаляцию рекомендуется делать лучше всего три раза в день. Утром, в обед и вечером. Потому что у нас страдают, как вы знаете и поняли, это, прежде всего, наши бронхолегочные органы. Так уж я назову. То есть легкие, бронхиносолодка. То есть там, где идет наибольший контакт с вирусом, который поступает из них. И вот эти масла будут отлично, вернее, пара их отлично действует, дезинфицирует. В некоторых случаях очень-очень хорошо помогает. Вот такая вот профилактика считается наиболее такой мощной. И даже в некоторых случаях, когда заболевание только начинается, инфекционно, оно очень хорошо помогает. Говорят так, что, мол, три дня вот это вот подышали эфирными маслами. Очень хорошо, естественно, скипидарные можно ванны делать, живичный скипидар. Также можно и вот это вот из живицы также делать ингаляции. Помните, как этот туберкулез вылечил Караваев? Он именно делал вот эти ингаляции. Что еще дальше можно сделать? Значит, постараться меньше использовать сладкого питания. То есть, вот эти вот быстро усваиваемые углеводы нам особо не нужны, потому что именно на них размножается микрофлора. Вредно. Она любит сладенько. Вот. И таким вот образом, еще разок напомним и повторим, это ингаляции, это питье чаев, это применение вот этих всех трав, которые обладают душистыми свойствами и противопаразитарными свойствами. Будет способствовать тому, что вы будете надежно защищены. И никакая инфекция вас не коснется даже. Ну, дополнительно можете там, допустим, еще окуривать себя ладаном. Хорошо подойдет и профилактическое голодание раз в недельку, сутки. Это тоже укрепляет особо иммунитет и очищает организм. И вот тут-то, тут-то, это уже будет не столько голодание, а как бы сказать, вот день, проведенный на, допустим, той же лимонной воде или на той же воде, настоянной на имбире. Имбирек с метком. Это будет прекрасно очищать организм, сжигать все там лишнее. И, естественно, даст возможность нашему иммунитету быть всегда в боевой готовности. Ну вот, на этом я и заканчиваю обзор. Что можно взять от народной медицины и от нотуропатии, дабы профилактически защититься от вредной инфекции и вирусов. Ну, конечно, если вы заболели уже, там температура большая, тут уж без врача не обойтись. Вы должны знать. Но вот эти как раз рекомендации, которые я сказал, это не столько мои, а сколько вот я собрал. Эти как раз рекомендации для того, чтобы не заболеть. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Продолжение следует...